Во дворе нашего дома на шестой просеке, рассказывает блогер Алена Молодцова, началось строительство часовни. Хотя во дворе дома это очень мягко сказано. Они заняли весь двор. Людям оставили тротуар и узкую дорогу для проезда машин. Остальное территория часовни. Мы начали жаловаться, продолжает блогер. В процессе выяснилось, что в разрешении на строительство епархия отказана. Но возведение часовни продолжается. А детям гулять где? Детской площадки-то нет, резюмирует Молодцова. Детскую тему продолжает блогер Золотой. Вчера вышел с сыновьями погулять и вдруг вспомнил про шуруповерт, рассказывает он. А тут очень кстати, в сторону помойки ребята тащили кучу досок от шифонеров и тумбочек. Я взял саморезы, шуруповерт, детей и понеслась. Через 20 минут, продолжает блогер, нарисовался вот такой трамплин. Первыми его испытали мои сыновья. А спустя пару часов нас постигло разочарование. Трамплин разнесли и доски валялись по всей детской площадке. Знаю, кто это сделал. Как только поймаю, отведу к родителям и проведу беседу. Сколько же всего прекрасного продается в метро? Делится впечатлениями блогер Ляша Врефель, спустившийся под землю, чтобы купить ФМ-приемник. Меня прямо ностальгия охватила. Когда я училась в институте, продолжает автор, именно сюда мы ездили перед каждым Новым годом, чтобы упаковывать относительно крупные подарки. Друзьям и родным. А также приобретать подарки поменьше всем прочим. Например, удостоверение настоящего Бэтмена. Или значок с надписями. Ты учеба нас не бойся, мы тебя не тронем. Удивительно, уже больше 10 лет прошло, а ассортимент тут все тот же.